И в нашей студии режиссер проекта «Письма с войны» наш бессменный автор Ольга Морозова. Оль, с 9 мая, с праздника! С Днем Победы! Просто большое тебе спасибо за то, что мы сегодня можем видеть эти письма, слышать их, вот такая визуализация этой полевой почты. Спасибо тебе за эту литературно-музыкальную композицию. Роликов будет много, мы будем показывать их в течение всего марафона. Это наша премьера, мы ей очень гордимся. Почему в основу, как так случилось, что легла именно полевая почта? Как возникла идея вот этой литературно-музыкальной композиции? Ну, конечно, полевая почта – это один из символов войны, вот этой фронтовой весточки, которую действительно очень и очень ждали. И тут вы меня благодарите, нашу творческую команду, наш телеканал, а я, наоборот, как раз благодарна за этот повод. Потому что для меня само и погружение в эти письма фронтовые стало чем-то особенным. Мы эти тексты не редактировали, не меняли слова в этом смысле. Это совершенно живые письма фронтовые людей, сражавшихся в то время, погибших. Но, конечно, какие-то тексты были составлены из кусочков разной переписки одного и того же человека, письма на протяжении месяцев. И вот это погружение в чтение – это действительно эффект письма, это что-то очень личное. Пусть мы видели это не на бумаге, не в том самом фронтовом треугольничке, а в книгах, которые, кстати, предоставил музей города Новосибирска. Им спасибо. Это действительно письма, кстати, наших земляков, которые уходили на фронт из нашей области, ну, по крайней мере, большинство из этих текстов. И поэтому погружение в ту эпоху, ты как будто разговаривал с этим человеком. Это вот не преувеличение, это действительно искреннее ощущение от этой истории. Когда ты считаешь чужие письма, но они вот не чужие, даже слово чужие, тут читаешь письма родных людей. Оль, можно я вот протяну такую ниточку для нашего зрителя? Вот смотрите, мы не случайно именно с этим проектом, именно в эти минуты, когда по площади Ленина идет бессмертный полк, пригласили сюда Ольгу, потому что те письма, которые вы будете слышать на протяжении всего марафона и видеть, ведь их писали именно те люди, фотографии которых сегодня несут над площадью Ленина, фотографии которых в руках близких. Оля, спасибо еще раз. Давай вернемся к письмам. Какие фрагменты, когда ты компоновала, ведь ты же, журналисты, ведущие читали по одному письму, а ты, когда готовила этот проект, прочитала десятки, если, ну я не побоюсь даже, Оль, сказать, сотни писем, все ли подходили для того, чтобы читать на камеру? Вот, ну как бы, да, немножко странно, это не прозвучало. Может быть, было то, что... Десятки, да, чуть скромнее, действительно, да. Что невозможно было это дать, вот для эфира показать зрителю. Как вот формировала ты? Писем в книгах собрано, может быть, не так много, хотелось бы еще дольше, может быть, какой-то музей писем именно, и вполне вероятно, он где-то существует, прочесть еще больше. Но даже то, что было прочитано, во многих семьях осталось буквально по одному письму. И это уже большая ценность, потому что во многих не осталось ничего, кроме, может быть, извещения со словами «погиб» или «пропал без вести». И книги, которые мы читали, на основе которых была сформирована композиция, они разбиты на главы, и каждая глава там написана информация об авторе этого письма, о его семье, о тех, кто сегодня хранит эти письма, и его фотографии. Поэтому это, конечно, было особое ощущение. И если в роликах такой один за всех, это образ бронзового солдата, за всех погибших, за всех авторов этих писем, то в книге, когда ты читаешь этот текст, ты видишь этого человека, фотокарточкой в военной форме. Улыбающегося. Конечно, поэтому, да, улыбающегося или серьезного. Разные фотографии, но действительно очень интересно это дополнительное ощущение. Возьму книги, с которыми мы работали, и даже покажу нашим телезрителям, о чем сейчас так подробно рассказывает наш автор и режиссер Ольга Морозова. Да, и каждому письмо сопровождает фотографии, и ты видишь этого человека. И даже одно прочитанное письмо где-то мы вообще не редактировали. И от начала до конца это одно единственное письмо звучит в эфире. А где-то, например, вот такая тоже очень тронувшая меня переписка, Емщиков Федор Трофимович, автор этих писем. От него сохранилось много фронтовых писем. А знаете, по какой причине? Потому что он не видел свою семью семь лет. Он ушел служить, были учения, действительная служба еще до начала Великой Отечественной войны, за два, там, почти за три года. И эти письма, их действительно больше десяти, может быть, два десятка этих писем, которые он писал. И он пишет о том, что семью я вас так долго не видел, я вас не видел три года, я вас не видел четыре года, я вас не видел пять лет. И я помню своего сына, младенцем. Вот один из наших ведущих как раз читает письмо Федора Трофимовича Емщикова. И из этих письм мы взяли, конечно, самые эмоциональные куски, соединили в одно это письмо, этой пятилетки, пятилет, который он не видел свою семью, даже там чуть больше. И оканчивается эта переписка тем, что он погиб действительно за две недели до победы. Оля, а кто читает это письмо? Письмо читает один из наших ведущих, да, и мы обязательно... Пока не будем раскрывать эту тайну, но теперь мы уже, по крайней мере, знаем, что стоит за вот этими строчками истории о четырех, действительно, целых военных. Если говорить о содержании и о тональности писем, она какая? Чувствуется, что солдаты немножко сглаживают, что ли, жалеют как будто тех, кому пишут, чтобы... Не говорят все правды? Конечно, конечно, не договорят, потому что это, наверное, ужасно, то, что там происходило, и что они так все-таки аккуратные слова подбирают. Да, ты знаешь, письмо, это же действительно личная очень весточка, и мы все понимаем, что письмо, это все-таки это не сводка с фронта, мы понимаем, что ограничения, цензура, это все мы все знаем про то время, историческую реальность, но и не в этом была задача. Те, кто ждали дома, они обладали информацией о том, как идут бои, хотя бы общей информацией, которая была в стране, но они ждали вот этих теплых слов, главной, наверное, строчки «Я жив-здоров». И интересно, что во многих письмах, там, где говорится строчка «Я жив-здоров», практически везде идет слово «пока». Практически в каждом письме «Здравствуйте, фронт, живу нормально, по-фронтовому, я пока еще жив и здоров». И вот какое-то это спокойствие, оно очень трудно погрузиться в мир тех людей, которые там были, но это о многом говорит. Конечно, берегли своих родных. И самое главное, кто-то пишет о погоде. «Сегодня 10 ноября, морозов здесь нет». Кто-то пишет впечатление о том, что почти все пишут о том, что гул, страшный гул, грохот канонады, пушки, все по-разному это передают. И в одном письме говорится, «Ну, когда стихает, наступает особая тишина войны, и я слышу, пишет боец, трели пташек, трели жаворонка». То есть он сидит где-то в окопе, может быть, в блиндаже в этом письме, он об этом и говорит, что практически все пишут, «Я пишу, а рядом рвутся снаряды». Это не преувеличение. Но он находит какую-то в себе, я не знаю, силу, эту трогательность написать. Но вот я слышу голос жаворонка в те секунды, когда это затихает. И дальше идет строчка, что «Ну ладно, война есть война». Что-то я расхныкался. Живые письма. Ведь у тебя, вот как мне кажется, получилось в этих роликах, мы сейчас попросим режиссера подготовить нам еще один ролик, в котором полевую почту читает наша коллега-журналист, ведущая Наталья Цопина. И вот эти моменты тишины, о которых ты говоришь, у тебя же их получилось каким-то образом вставить, режиссерски выстроить этот ролик. Давайте сейчас посмотрим, и мне кажется, вы поймете, что я имею в виду. Потому что, несмотря на то, что есть прекрасная музыка, которую специально к этому проекту написал наш друг, московский композитор Николай Крупатин, несмотря на то, что музыкальный ряд очень красивый, лиричный, там все равно есть вот эти моменты, звенящие тишины. Полевая почта, письмо от 7 августа 42-го года. Аня, здравствуй, моя милая. Шлю вам всем свой сердечный красноармейский привет. Сообщаю, что я пока жив и здоров. Мы вступили в грандиозный бой. Уже девятый день не смолкает рев моторов, треск автоматов и пулеметов. Все шумит, словно водопад. Весь ужас войны, который я представлял себе в мирное время, сейчас у меня перед лицом, и я его переживаю и переживу. Наши танки беспрестанно разрушают укрепления противника. Воздушные бои над нами не прекращаются. Бомбы прилетают с воздуха и изменяют вид всей поверхности земли. От деревень остаются одни дырки. Ночь вся в огне. Несколько десятков зарев, пожары, пушки, немецкая иллюминация. Все это слито в одно сплошное пламя. Падают горящие самолеты, завывают сирены всех видов, пикируют бомбы. Все это сливается в общую сиренаду войны. Вообще-то говоря, налюбуешься так, что уж лучше бы не видать и вообще не жить на свете. Несчастен тот человек, который переживает это зрелище. Сейчас пока жутко, а бомбежка еще крепче, нет спасения. В жизни своей я кое-что видел, но здесь сейчас в тысячу раз страшнее. Но я ни перед чем не остановлюсь. Победа будет за нами. Надеюсь, будем гнать противника в три шеи. Долой из гостей, милости просим. Дочурка Тася, спасибо большое за те замечательные письма, которые ты мне написала. Когда я увидел их, я не удержался от слез и расплакался. Знаешь, что письма от родных на фронте это праздник для бойца. Он забывает про весь страх, который испытывает, и всецело погружается в письма. И в это время он как будто побывал уже дома. И на душе у него устанавливается спокойствие на несколько дней. Аня, жена, милая, верю, что-то нас ожидает радостное и в недалеком будущем. А тогда и наше должно быть свидание. Задача только в том, чтобы остаться живым. Продолжаю ковать победу дальше. Ваш Иван Калашников Иван Алексеевич Сержант Командир отделения 934-го артиллерийского полка Погиб 1 апреля 1943 года В боях за Ленинград Напоминаю зрителю, что сейчас, вот в эти минуты в нашем эфире премьера проекта «Письма с войны». И у нас в гостях режиссер этих роликов наша коллега Ольга Морозова. Олечка, скажи, пожалуйста, прости, что я Олечка сейчас так тебя называю, потому что действительно то, что вам с ребятами удалось сделать, оно очень трогает. Наталья Отсупина сейчас читала это письмо и сразу возникает вопрос. Письма читали, выбирали только те, которые были написаны мужчинами с фронта, отправлены мамам, дочерям, женам, или читали еще, которые из тыла на передовую шли. Вот такие письма были, нет? В данном случае в нашем распоряжении были письма одной стороны, письма фронтовые, именно поэтому мы назвали проект «Письма войны». И тут, конечно, письма с фронта, письма войны. Их читают наши ведущие коллеги, в данном случае Наталья Отсупина. И хотелось передать тот образ как раз вот жены, матери, которая читает это письмо. Мы старались не играть в этих героев, в персонажей, а быть на своем месте, но быть как раз человеком, который разворачивает эту бумагу и читает эти строчки, может быть, первый раз, а может быть, их перечитывает. Может быть, их перечитывает вообще спустя годы. Поэтому действительно очень трогательно. Но тут спасибо не нам, а спасибо письмам, спасибо тем людям, которые сражались, которые отдавали свои жизни, те, кто жили в тылу, кто их ждал. Поэтому великое спасибо им, конечно. Спасибо, Оля. И мы сейчас возвращаемся не случайно на площадь Ленина, где все еще продолжается, но уже подходит к своему завершению шествия бессмертного полка. Я еще раз повторюсь, что эти люди, портреты которых сегодня несут родные и близкие, их письма, то, что они писали с фронта в свои семьи, мы сегодня читаем в прямом эфире. Эти люди подарили музеям Новосибирска, подарили архивам вот эти вот частички с фронта, вот эти рукописные тексты полевой почты. И сейчас давайте вернемся все вместе на площадь Ленина и послушаем, может быть, еще одну историю семьи и еще одно включение с прямой трансляцией шествия бессмертный полк. «Ура!» 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 Здравствуйте! Еще раз мы продолжаем прямую трансляцию с главной площади города Новосибирска, где в эти минуты продолжает идти бессмертный полк. Я напоминаю, что по примерным оценкам в этом году в шествии принимают участие около 15 тысяч человек. А сейчас рядом со мной идет наш знаменитый земляк, депутат Государственной Думы Александр Александрович Карелин. Александр Александрович, с праздником вас, с Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы всех! Расскажите, пожалуйста, с чьими портретами идете, маленечко, историю? На самом деле два деда моих. Дочь несет своего прадедушки уже Иван Васильевич Карелин. Я несу Иван Иванович Шаталов. Если Иван Васильевич призвался в регулярную армию, как тогда говорили, и погиб в первые годы войны, то вот Иван Иванович, он прошел всю войну, всю войну прошел, пришел уже от ран, здесь умер. И у нас, учитывая, что федерация очень активная, мы несем, вот многие наши ребята, здесь большая колонна наших борцов, это борцы, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. У меня вот в левой руке Алексей Захарович Ванин, который ушел в 2012 году, прошел всю войну, потом стал известен не как призер Чемпионата Союза, а как участник кинофильмов «Калина Красная», например. Ну вот он один из борцов, кто воевал, защищал нашу родину на фронтах. Александр Александрович, как вам вообще вот эта вот акция, «Бессмертный полк», на ваш взгляд, нужное дело, правильное? В моем восприятии все очевидно. В сибирской дивизии такое определение, как «Воин сибиряк», оно, в общем-то, вошло в историю, видите, как все реагируют. Поэтому это часть единения, часть возможности прикоснуться нам к своим традициям. Вот и все. Правильное, верное, и, может быть, не нуждаюсь в таком большом многословии определения и явления. Спасибо большое еще раз вас с праздником. Спасибо. Уважаемые друзья, ну а мы продолжаем продемонстрируемую трансляцию с площади Ленина. До новых встреч, до новых включений. Студия. Спасибо Андрею Баеву, спасибо Александру Александровичу Карелину за рассказ о его семье и о его близких. Мы в студии вместе с режиссером наших проектов, автором Ольгой Морозовой, и мы смотрим вместе письма с фронта. Оль, ну, знаешь, какой у меня вопрос. Ты же наверняка знаешь, что акция «Бессмертный полк» стала еще и ко всему прочему электронной. То есть по всей стране разные названия в каждом регионе. У нас, по-моему, есть книга памяти, куда попадают истории и фотографии опять тех же людей, которых сегодня близкие несут на площади Ленина. Где-то акция, вот эта вот электронная база, так и называется «Бессмертный полк», где-то другое название. Вот как ты считаешь, насколько это важно сегодня сохранить именно в электронном виде? Мне кажется, это чрезвычайно важно и вообще это перекликающиеся проекты, «Бессмертный полк», «Книга памяти», они перекликаются в том смысле, что они действительно от сердца, от души, и они необходимы, они очень нужны. Приведу такой пример, что, например, информацию об одном из моих дедушек, Василия Васильевич Менщиков, который пропал без вести войну, и потом мы узнали, что он был в плену, в концлагере, и мы это узнали буквально несколько лет назад, и благодаря именно электронным базам информации. Поэтому вот такая возможность найти хотя бы крупицу, восстановить информацию о своих предках, о тех, кто воевал, есть сейчас у молодого поколения. И это очень важно, вот эта связь, когда она сохраняется, и действительно создаются электронные книги памяти, электронные сайты. Но хочу упомянуть, что вообще-то акция, проект книга памяти, так, наверное, правильнее будет сказать, работа над ней велась уже в течение двух десятилетий она ведется. То есть задолго до того, как до шествия первый раз в Санкт-Петербурге конечно, конечно. И сама книга памяти, да, она есть и в Новосибирской области, естественно. Работа над ней начиналась еще 20 лет назад. Среди авторов проекта, кто проводил работу, конечно же, ветераны войны и труда, сотрудники музеев, библиотек, военкоматов, учителя, волонтеры. И это такой коллективный труд, действительно, коллективная душа туда вложена. И принимали участие поисковые отряды, как раз молодежь. И на основе работы, что интересно, поисковых отрядов молодежных, был выпущен дополнительный том книги памяти. А вообще за 20 лет очень много имен собрано. Но там, по-моему, 330 тысяч. Да, да, да. Я всегда боюсь отказаться. Конечно, конечно. Это именно наших, да, именно наших земляков, новосибирцев, жителей Новосибирской области, которые воевали на полях сражений. И мне кажется, это очень важно, что работа и сейчас продолжается, чтобы вот эта строчка, которая горькая, страшная, пропал без вести, для кого-то, для потомков семей, многих семей, она остается действительно только вот этой строчкой. И важно, вот я почему и привела пример своей истории, коротенькой такой небольшой пример моей семьи, когда ты видишь эту фотографию, а мы увидели фотографию дедушки в концлагере, но на вот этой карточке, которая заполнена была немецкой рукой, я никогда его не видела в том возрасте. Он погиб, ему было чуть больше 30 лет. То это очень важно, когда за этой строчкой пропал без вести, появляется реальная, вот эта живая связь. И поэтому бессмертный полк, слово бессмертный важно, бессмертная тоже книга памяти, вечная память, вечная. Мне кажется, что действительно нужно, нужно пытаться, и на официальном сайте акции бессмертный полк есть поисковик специальный, где можно забить координаты, фамилию, имя, отчество. Ведь над всеми пропавшими, без вести, над всеми данными, над сбором информации по всей стране и по всему миру работают же и военкоматы, истекаются данные федеральных баз и служб. И действительно, первое, что появляется там, это результаты работ поисковых отрядов. Давайте мы сейчас все вместе еще немножко вернемся. 71 год назад. И как мне подсказывает режиссер, мы обязательно посмотрим ролик, но сейчас есть возможность еще раз вернуться на площадь Ленина и послушать еще одну историю из уст семьи погибших. Площадь Ленина, как вы нас слышите, кто у нас на связи? Здравствуйте еще раз, но мы продолжаем и продолжаем вести прямой эфир с площади Ленина, где продолжает и продолжает идти в бессмертный полк. Все те, кто внес свой вклад, оставил свою жизнь на полях сражений в честь Великой Победы. Здравствуйте! Здравствуйте! С праздником вас! Расскажите, пожалуйста, с портретами кого идете, маленечко историю? Это мой дед. Он отвоевал гражданскую войну, прошел всю Великую Отечественную войну с 41-го до Берлина с августа. Ну и вернулся, слава Богу, живой. Расскажите, вы? Мой дед. Начал войну под Лугами из Новосибирской области. И закончил под Варшавой в 44-м, в 45-м. Умер, правда, в 71-м году уже здесь, но прошел всю войну. Награжден орденом Красной Звезды за то, что 37 бойцов вынес на своем, своими руками вынес с поля боя. Был медбратом. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, в принципе, об этой акции, как бессмертный полк. Как вы думаете, вообще нужное дело? Насколько у нас приветствуется людьми оно? Спасибо вообще людям, кто это организовал. Тем корреспондентам, которые им, по-моему, из Томской области или Томска. И я так думаю, что это единственная нить, которая может передать младшему поколению память от тех дедов, тех, кто сделал так, чтобы люди сегодня дышали и говорили по-русски, жили вообще нормальной жизнью. Спасибо им огромное. И я думаю, что это очень главное, такое большое мероприятие, которое необходимо для всех. Спасибо большое. Еще раз с праздником вас. Уважаемая студия, ну а мы продолжаем, продолжаем. Единственное, что добавлю, в этом году бессмертный полк проходит по центральной площади Ленина и передвигается в центральный парк города Новосибирска, где для всех участников бессмертного полка будет организован концертная программа и другие гуляния в честь великой победы. Спасибо Андрею Баеву, который так стоически отработал на площади Ленина, который сопровождал бессмертный полк, который давал нам возможность услышать эти истории и увидеть лица людей, которые сегодня вышли вот в таком едином порыве. 15 тысяч человек и встали Я хочу обратить внимание, что больше часа уже продолжается бессмертный полк. Люди все еще идут и мне кажется, такое впервые в этом году, Иван, потому что в прошлом году мне кажется, было гораздо меньше времени прошло, пока полк от театра «Глобус» прошел до трибун на площади Ленина и их тогда приветствовали первые лица города и области. А мы в этой студии продолжаем телемарафон о героях былых времен и у нас в гостях Ольга Морозова, наш автор и режиссер. Мы смотрим с ней премьеру канала ОТС проекта «Письма войны» и, Оль, давайте еще нашему зрителю покажем еще один ролик, где письмо с фронта «Полевую почту» читает девушка. Да, я уточню, это Ксения Бородкина, сейчас будет телеведущая нашего канала, и она читает особое письмо. Особое письмо это письмо не ее мужа, а фронтового товарища ее мужа, который пишет ей. И вы сейчас поймете и содержание письма, почему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Полевая почта» Вторник, 12 сентября 1944 года. Бутинкова и Ксении Константиновне. «Из далекого края и в далекий край я пишу вам, мать пятерых детей, пишу под разрывами мин и снарядов, из-за чего получилась мазня на листке письма, ибо пришлось падать в ров. Пишу из тех мест, где идут кровопролитные ожесточенные бои, что называется у ворот фашистской берлоги. И вот теперь вам не понять, кто пишет эти строки, ибо это случайность, и эта роковая судьба заставила меня писать вместо того, кто вам писал, кто был обязан писать, кто был обязан писать, кто был дорог вам. Но вот почему он на сей раз не написал, вы спросите меня. Да, он не написал, он больше никогда не напишет. Вы мать, вы жена, дорогая Николая, вы потеряли его, свою надежду и любовь, а мы, товарищи, друга боевого. Он только еще три дня назад, 8 сентября 44-го года, веселил нас всех, но около четырех часов пополудни его не стало. Он ушел на задание, его сразил осколок вражеского снаряда, прямо в спину, прошел к сердцу, и он мог только сказать, товарищи, я ранен, напишите домой, умираю. Все товарищи совместно похоронили его у памятника матки Боски, Девы Марии, у населенного пункта Тарнова. И со стороны, где покоится его прах, учинили надпись на каменной стене, вырубили долотом. Здесь покоится связист Бутенков Николай Анисимович, погибший в боях с немецкими захватчиками при исполнении своих обязанностей 8 сентября 1944 года. Место могилы можно будет найти через 20-50 лет по этому чертежу. Извините за откровенность нашу, вы перенесете и будете знать, что его уже нет, чем мучиться в ожидании. Дети, милые, перенесите свою боль. Ваш отец ушел и завещал быть умницами, слушать мать, учиться, трудиться. По поручению товарищи написал и отправил военный инженер Гвоздев Николай Платонович. Полевая почта 92080Е. Субтитры создавал DimaTorzok По поручению товарища написал и отправил. Да, конечно. Сообщил о гибели ее мужа. То есть были такие письма написанные не близкие? Конечно, конечно. Это было не одно письмо в книге, которое мы изучали. Действительно, но это было самое эмоциональное. И то, что товарищи похоронили, создали чертеж могилы, пишут ей, что и через 20, и через 50 лет она и ее дети смогут найти по этому чертежу. Это очень важно. Даже в условиях войны люди думали об этом и сохраняли память. И еще о такой частичке памяти еще один герой писем и была такая строчка, там тоже было много писем, не одно, и он пишет своей жене, боец, и пишет о том, ты ставь, на письма моих даты и когда-нибудь это станет живым свидетельством, документом, по которым дети, он имеет в виду не только своих детей, будут помнить о нас и будут изучать войну. Это писал человек в 42-43 году, отправляя письмо жене. И сегодня эти письма, они уже в книгах, они уже называют литературой, их можно изучать, на основе этих писем ставятся и литературно-музыкальные, и композиции, и спектакли, драматические, насколько мы знаем. Это живая, живая литература, живая реальность. Оль, вот не могу не спросить про бронзового солдата. Фигура центральная, фигура, привлекающая к себе внимание, и фигура совершенно молчаливая. Что ты этим хотела сказать? Хочу, чтобы ты рассказала как автор, потому что наверняка зритель для себя уже решил, что ты хотела этим сказать. Я думаю, да, я надеюсь, конечно, что зрители считали, вернее, почувствовали нашу мысль. Конечно, это бронзовый солдат, как строчка из камня его гимнастерка, из камня его сапоги, но без бронзы его гимнастерка, как символ всех солдат, которые воевали, вернулись, и, конечно же, тех, кто погиб на полях сражений. Поэтому бронзовый солдат, да, это символ памяти, которая олицетворяет всех не вернувшихся с войны, вечной памяти, памятник, к которому приходят наши ведущие, читают его письмо в какой-то момент, эта фигура. Да, ты позволила ей ожить, да, буквально на какие-то секунды и повернуться. Конечно, конечно. Ну, конечно, это художественный и буквальный ход, которым мы хотели тоже подсказать, что то, что мы думаем, то, что мы чувствуем, то, что мы помним, это чувствуют, возможно, и они, тех, кто погиб. Оля, скажи, пожалуйста, честно, были слезы на съемочной площадке, слезы участников, слезы съемочной группы? Да, конечно, у тех, кто читал, вот я тоже приоткрою чуть-чуть секрет, Екатерина у нас тоже одна из тех, кто читал, и Иван у нас читал письма, я думаю, чуть позже, в процессе марафона вы увидите части проекта, да, где Катя и Иван как раз читали письма. И действительно, у тех, кто был в кадре, ну, слезы наворачиваются на глаза, потому что ты в данный момент, ты, конечно, проводник, ты только озвучиваешь, и задача того, кто в кадре, это прочесть деликатно, просто прикоснуться словами, потому что это, ну, действительно, это что-то такое, как опять хочу процитировать строчку из письма, это что-то такое, пишет солдат на войне, что словами не выразишь, что я чувствую. Вот поэтому нам хотелось прикоснуться, быть деликатными, подтвердить вот эту живую память и выразить то, что невозможно выразить словами. Вот так я скажу. Оля, спасибо большое за этот проект. Мы еще много роликов увидим в течение сегодняшнего марафона. Субтитры создавал DimaTorzok,